Только что я вышла из здания Следственного комитета города Селихарна. Почти сутки я провела там одна, наедине со следователями и криминалистами. Адвоката они пустили только сегодня после обеда. Вчера же вечером они тайно отвезли меня в морг, где показали Алексея. Следователи утверждают, что у них известна причина смерти, у них готовы все медицинские и юридические документы, которые я видела, а медицинское свидетельство о смерти я подписывала. По закону они должны мне сразу были отдать тело Алексея, но они не сделали это до сих пор. Вместо этого они шантажируют меня, ставят мне условия, где, когда и как должен быть похоронен Алексей. Это незаконно. При мне им переходят приказы, то ли из Кремля, то ли из Центрального аппарата Следственного комитета. Они хотят, чтобы это было сделано тайно, без прощания. Они хотят привезти меня на окраину кладбища, к свежей могиле и сказать, вот здесь лежит ваш сын. Я на это не согласна. Я хочу, чтобы и у вас, кому Алексей дорог, для кого его смерть стала личной трагедией, была возможность с ним проститься. Я записываю этот ролик, потому что они начали мне угрожать. Глядя мне в глаза, они говорят, что если я не соглашусь на тайные похороны, они что-то сделают с телом моего сына. Следователь Воропаев открыто мне сказал, время работает не на вас, труп разлагается. Я не хочу особых условий, я лишь хочу, чтобы все было сделано по закону. Я требую отдать мне тело сына немедленно. Обращаюсь к тебе, Владимир Путин. Отдай тело Алексея Навального и его матери. Если ты еще во что-то веришь, если ты веришь хоть краешком своей души в жизнь после смерти и в спасение души, отдай тело Алексея Навального и его матери, потому что воистину это твой последний шанс. Просто отвратительно наблюдать, как нам бедной пожилой женщиной продолжают издеваться люди, которые совсем недавно убили ее сына. Мы присоединяемся к требованиям немедленно отдать тело Алексея его маме. Отдайте тело Алексея Навального матери. Вы его убили, вы его пытали, вы его то ли отравили, то ли задушили. Все равно правда будет известна. Вас все равно будут судить. Вы все равно сделали для того, чтобы все здравомыслящие люди, все люди с совестью поддержали Юлю Навальну. Вы уже сделали столько, что она вас сожрет. Отдайте тело матери, идиоты. Господи, вот это же похоронить ребенка. Дайте похоронить ребенка. Неважно. Боже, отца. Да, неважно, за этого или нет. Вот, мама просит тело сына. Дело святое. Верующий, вы не верующий, совершенно не имеет никакого значения. Это в традиции человечества. Идти наперекор всему человечеству. Традициям. Это что ж такое власть-то о себе возомнила. Следователь Следственного комитета Воропаев сказал Людмилу Ивановичу Навальну, матери убитого по приказу Путина Алексея Навального, сказал в Следственном комитете Салихарда, время на нашей стороне. Тело разлагается. Таким образом, он требует, чтобы Людмила Ивановна Навальная согласилась на тайные похороны Алексея. Чтобы они где-то его тихонечко, где-то там на околице какого-нибудь далекого кладбища захоронили. И чтобы все те, кто поддерживал, или, может быть, не поддерживал Навального, но кто сопереживает этому горю, не могли с ним проститься. Россияне, как вы собираетесь голосовать за человека, у которого не хватает элементарного человеческого чувства, элементарного сострадания к матери, которая потеряла своего ребенка, своего сына Алексея Навального. Я требую, чтобы Путин отдал тело убитого по его приказу Алексея Навального, его матери, Людмиле Ивановне Навальне. Кем надо быть, чтобы скрывать от матери тело замученного в тюрьме сына? Кем надо быть, чтобы шантажировать 70-летнюю женщину, прилетевшую через полстраны, за телом убитого сына? Перестаньте, опомнитесь, не доводите свое бесстыдство до полного беспредела. Отдайте тело Алексея Навального матери. Перестаньте угрожать Людмиле Навальной. Придите в чувства. Я требую выдать семье Алексея Навального тело Алексея. У любого издевательства есть предел. Путин отдайте тело Алексея Навального его матери. У вас есть еще шанс остаться людьми. Не расчеловечивайтесь. И не пытайтесь расчеловечить всех нас. Мы остаемся людьми. И как люди мы требуем. Отдайте тело мертвого сына его матери. Путин, отдай матери тело сына. Ты сделал с ней самое страшное, что может произойти с человеком. Родители, видящие мертвое тело своего ребенка. Много лет тому назад нас посадили за то, что мы якобы попирали традиционные ценности. Но никто не попирает традиционные ценности. В России больше, чем ты, Путин. Твои чиновники и твои попы, которые молятся за все убийства, которые ты делаешь. И с года в год. И за дня в день. Путин, имей совесть. Отдай матери тело сына. Прямо сейчас происходит очередной громкий стук со дна. Пожилой женщине, 70 лет. Матери Алексея Навального отказываются выдавать тело ее сына, хотя обязаны это сделать по закону. Прекратите издеваться над родными погибшего. Такого не заслуживает никто. Отдайте тело Алексея Навального его родным. Они имеют право его по-человечески похоронить. Понятно, что существует сейчас план, в соответствии с которым похоронить Алексея нужно таким образом, чтобы никто не знал, где он вообще находится. Этого не заслуживает никто, я повторяюсь. Так быть не должно. Каких бы политических взглядов вы не придерживались, политика здесь уже абсолютно ни при чем. Это просто античеловеческая деятельность. Верните тело Алексея Навального его родным. Это удивительно, что сейчас мы уже не требуем выполнения, например, Конституции или соблюдения основных базовых прав человека. На это мы даже уже не надеемся. Мы требуем выполнения каких-то базовых, неписанных законов, которые всегда соблюдались в истории человечества. Нет более священного права, чем право матери получить тело своего убитого сына. Я не очень надеюсь даже на то, что наше требование будет услышано в России. Но это не значит, что мы не должны требовать и не должны говорить. Я требую, чтобы матери Алексея Навального отдали тело Алексея. Просто отдайте Людмиле Ивановне, ее сына. Просто отдайте ей все. Нет такой судебной экспертизы, нет такой судебно-медицинской экспертизы, нет такого патологоанатомического исследования, которое проводится в течение двух недель. Не существует. У меня есть только одно предположение. Может быть, он, когда его 27-й раз посадили в ШИЗО, не до конца отсидел свой срок? И это он его сейчас мертвым отбывает? Давайте просто поклонимся и отдадим тело Людмилы Ивановне и семье. Без всяких условий. Я убедительно прошу вернуть тело умершего Алексея Навального и его матери. Переживаю и поддерживаю Людмилу Ивановну Навальную. Очень поддерживаю и очень прошу. Верните ей сына. Тело Алексея Навального должно быть передано его матери без условий и без промедлений в соответствии с законом. Но вы продолжаете, даже убив его, держать в заложниках. Вся страна наблюдает за этим. Тысячи простых граждан, таких, как я, запоминают каждое ваше слово, наблюдают за каждым вашим действием. И мы не простим тех, кто не позволяет семье Алексея, даже после всего случившегося, просто похоронить его с достоинством. Владимир Путин и российская власть пробивают очередное дно. Долгие годы они незаконно преследовали Алексея Навального. По сфабрикованному делу отправили его в колонию. Три года содержали в пыточных условиях и, в конце концов, убили его. Но даже после смерти они боятся Навального. Сейчас власть оказывает давление на маму Алексея и требует провести тайные похороны в выбранном ими месте. Это не только противоречит закону, но и нарушает базовые понятия морали, религии и этики. Я требую выдать тело Алексея Навального его родственникам. И я призываю всех неравнодушных людей требовать того же самого. Владимир Путин, отдай Людмиле Ивановне тело ее сына, Алексея Навального. Без шантажа, без условий, что Алексей должен быть похоронен где-то тайно, без похорон. Я не знаю, что это за существо, но у нас, у людей, так принято. Где и как хоронить человека должна решать его семья. У тебя ведь тоже были отец и мать, и мне очень жаль, что они так и не увидели мертвое тело своего сына. Нам всем жаль. Не обязательно так поступать с другими. Легче не станет. Зависть к нему не пропадет. Цветов, молитв и добрых слов в его память уже больше, чем у тебя когда-либо будет. Ты уже ничего не потеряешь, отдав матери тело ее сына. Что ты вообще с ним делаешь? Ешь его сердце, чтобы стать непобедимым. Пьешь его кровь, чтобы тебе передалась его экстраординарная способность быть честным, сильным и смелым. Не сработает. Не в твоем случае. Я в федеральном розыске по статье об оскорблении чувств верующих. За шутливое фото, повисевшее в твиттере два часа. Мне грозит год тюрьмы. По этой статье отмотали срок девчонки из Пусси Райет. И издеваются над Никитой Журавелем. И страдают еще много людей. Но не таких, как я, запомнят нехристями, а тебя запомнят. Вор, убийца, не способный ни на сострадание, ни на любовь. Кого ты там боишься? Нас, что ли? Нас не боишься. Побойся Бога. Бога не боишься. Побойся вдову своего врага. Боишься, что дух невинно убиенного тобой человека будет скитаться и делать незавершенные на земле дела? Справедливо? Правильно боишься? Но уже поздно. Этот дух теперь навсегда вот здесь. Отдай тело по закону Божьему и российскому. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok